И вновь сыграли на миллион. Уральский молодежный симфонический оркестр вернулся из Берлина. В столице Германии наши музыканты представляли Россию на международном музыкальном фестивале. Напомним, деньги на поездку оркестра собирали всем миром. Подробности у Ольги Кондрашовой. От обычных туристов уральских музыкантов отличают лишь кофры с инструментами за спиной. Ребята с восторгом смотрят по сторонам. Многие первый раз за границей. Сейчас путь лежит в старейший зал Берлина – концерт-хаус, где музыканты выступают на одном из самых престижных международных музыкальных фестивалей. И вот последние приготовления перед выходом на сцену. Для зрителей и зарубежных коллег Уральский молодежный симфонический оркестр исполнил произведения Чайковского, Рюльского-Корсакова и Шостаковича. Изюминкой концертной программы нашего коллектива стала мировая премьера – симфоническое послание, написанное специально для этой поездки уральским композитором Ольгой Викторовой. Зрители и критики признают – исполнение молодежного оркестра превзошло все ожидания. О чем говорили профессионалы? Говорили о том, что такую симфонию Шостаковичу они давно не слышали. И люди, которые, можно сказать, любители музыки, которые восхитились радостью и энергией, которые исключал этот оркестр, когда они играли. Напомним, деньги на поездку собирали всем миром. В ходе благотворительной акции «Миллион для оркестра» удалось собрать 1 миллион 300 тысяч рублей. Оправдать надежды земляков – миссия ответственная. И ребята весь июль репетировали каждый день. Ребята, конечно, волновались. Многие первый раз оказались за границей. Это правда. Первый раз на таком большом фестивале этот состав оркестра, зал просто восхитительный. Такая своего рода музыкальная шкатулка. На фестивале в Берлине Уральский молодежный симфонический оркестр был единственным коллективом из России. И музыканты и дирижер считают, что ответственная миссия – представлять страну на международном конкурсе – выполнена успешно. Ольга Кондрашова, События ОТВ.